Добрый день, друзья! Сегодня я рад приветствовать вас в своем таком импровизированном саду бонсай. Вот эта вот часть, скажем так, огорода или прибонсайного сада, она вся состоит из предбонсайных заготовок. Возможно, они имеют не такой красивый вид, как хотелось бы, кто к чему мы стремимся, но, тем не менее, это такая неотъемлемая часть, из которой состоит все искусство бонсай. Здесь не все является заготовками для бонсай, есть какие-то экспериментальные вещи, так как я люблю заниматься обрезкой, художественной обрезкой деревьев, в том числе и плодовых. Вообще, я предпочитаю делать бонсай из местных сортов деревьев. Конечно, хотелось бы иметь в своей коллекции японские деревья, мы стремимся к этому, и у нас есть несколько японских, но на начальном этапе моя рекомендация начинать с местных деревьев. Вот этот урюк, это фактически был самосев, он вырос из косточки, я его не трогал, дал ему возможность нарастить толстый ствол, чтобы потом из него можно было что-то сформировать. Причем основная часть моих первых деревьев были все самосевные сорняковые растения. Вот эта акация, она также здесь вот наращивает ствол, она тоже готовится к тому, чтобы ее превратить в бонсай. Она была посажена совсем маленьким саженцем, и вот уже практически в этом году можно приступать к выкапыванию, к дальнейшему формированию. Дальше вон там в корзинке растет дуб, но ему еще рано, и преимущество посадки в такие корзины в том, что корни могут пройти в землю, питаться от земли, не с ограниченного объема горшка, а питаться от земли, и в то же время будет проще организовать выкопку его для дальнейшего формирования. Это один из способов изготовления бонсай, один из способов заготовки сырья для бонсай, это выращивание заготовок у себя. Есть еще другие способы, о которых в дальнейшем я вам расскажу. После того, как мы в определенное время года выкапываем нашу заготовку бонсай, мы ее пересаживаем не сразу, естественно, в эти плоские горшки, которые вы привыкли видеть, мы пересаживаем их в большой контейнер. Вот здесь находятся растения на втором этапе, которые тоже занимают не один год, год, два, три, в зависимости от того, насколько дерево хорошо нарастит корни, восстановится и будет готово к дальнейшей работе. Здесь есть также самосевные растения, которые жалко выбрасывать, там недалеко растет тутовник, семена которого распыляются везде, и вот в будущем, в принципе, через несколько лет, из них тоже можно будет что-то сделать. Здесь есть и вот такая туя, которая давно уже. Из туи, в принципе, очень сложно формировать какой-то бонсайн, но учитывая того, что здесь интересный ствол, пока держу его, и в дальнейшем может быть что-нибудь из него получится. Как это ни прискорбно, особенно в начале пути, с каждым годом становится все меньше и меньше, но иногда дерево, которое чувствует себя замечательно, совершенно неожиданно вдруг погибает. Тут уж очень сложно, то ли опыта не хватает, то ли какие-то врезители или болезнь. В данном случае здесь очень интересное дерево было, которое тоже погибло. Существует один из методов бонсай, его редко используют, но когда жалко выбрасывать погибшее дерево, особенно с интересной структурой, на него приращивают другое дерево. Этот метод называется тануки, когда на старый погибший ствол подращивают новое молодое растение. В данном случае здесь опять же попался самосевный тутовник, который пока я не трогаю, и вполне возможно, что в дальнейшем мы его нарастим на этот ствол, и получится как что-нибудь интересное, я очень надеюсь. Чем еще меня увлекло это искусство? Тем, что это искусство, оно не эстетично, это все время меняется. То есть из года в год ваше дерево, оно, то есть в этом году дерево одного вида, через год оно может совершенно поменять свой вид. У искусства бонсай нет конца. Пока живо дерево, вы с ним работаете постоянно. Когда дерево готовится к выставке, оно максимально должно быть готовым в плане своих пропорций. В остальное время дерево, которое стоит в плошке, бонсай, оно может быть не настолько красивым, как вы видите на фотографиях, потому что вот, например, вот этот бонсай сделан из обыкновенного инжира. Очень благодарное растение в плане выращивания, неприхотливое. Это дерево, кстати, было на выставке на нашей весенней. И на той выставке, кто его видел, обратите внимание, что вот этих веток не было. То есть оно было, была открыта нижняя часть кроны. И вот на этом инжире тоже сейчас снизу растет ветка. У бонсайса есть такой термин, как жертвенная ветка. Эту ветку мы не будем обрезать до поры, до времени. Вырастая в нижней части ствола, эта ветка дает возможность расшириться основанию ствола, что является немаловажным. Чем основание ствола шире, тем оно считается красивее, тем дерево приобретает возраст. Поэтому эти ветки еще будут долго. Весь сезон мы их не будем трогать. Они расширят нам основание до тех пор, пока мы не поймем, что этого достаточно. И в дальнейшем эти ветки будут удалены. В данном случае тоже вы можете сказать, что это за бонсай какой-то весь лохматый, неканонический. Да, он неканонический. Сейчас идет наращивание массы, чтобы потом к осени понять, как его обрезать, чтобы к следующей весне он был еще более лучше, чем этой весной был. В принципе, в саду бонсай работа есть каждый день. Все ваше свободное время будет проходить с вашими любимыми деревьями. На этом все. Если вам понравилось, мы открыли телеграм-канал. Заходите, подписывайтесь. В дальнейших выпусках мы также будем более подробно рассказывать о всех этапах. Посадка, пересадка, формирование, полив, какой свет нужен. Выпусков, я надеюсь, будет много. И в каждом выпуске мы постараемся подробно осветить какую-то часть, касающуюся выращивания и ухода за бонсай.